Привет, ребята! Я вам сегодня расскажу о том, как я протерял свой YouTube-канал на целый месяц, и слава богу, что не навсегда. Поэтому меня не было весь январь в эфире, я не отвечал на ваши комментарии какое-то время, и, ну, виноват. Что произошло? Сразу должен оговориться, что всё, что я вам рассказываю, это мои умозаключения, мои домыслы. Но я подозреваю, что именно так всё и происходило. Последовательность следующая. В какой-то момент, по-моему, 11 января, ко мне пришло письмо от Google, от администрации YouTube, о том, что с моего канала идёт спам-рассылка, несанкционированная спам-рассылка. Я залез на канал, попробовал понять, что там происходит, не нашёл никаких следов какой-то спам-рассылки, но письмо повторилось ещё раз, буквально через несколько часов, и с тем же результатом я везде полазил, так и не нашёл, что и к чему там происходило, и не догадался в срочном порядке сразу же поменять все пароли. А надо было. Ну и поставить двойную аутентификацию. После этого приходят одновременно два письма, в первом из которых говорится о том, что меня назначили, кто-то назначил меня администратором канала, точнее владельцем канала, и второе письмо, вышедшее в ту же секунду, в ту же минуту, с тем же временем, говорит о том, что меня убрали из владельцев канала. То есть отменили меня как владельца канала. После этого доступ к каналу у меня прекращается, и начинается долгая история с возвращением канала в мою собственность. И это очень тягомотная песня. Я предоставлял документы, паспорт, фотографию, описывал, чем я занимаюсь на канале и так далее, и так далее. Судя по тому, что с меня попросили предоставить от администрации Google, а всё это происходило общение не напрямую сразу с Google англоязычным, а через русского посредника, некого Дмитрия, который отвечал на мои письма. Может быть, он там был не единственный Дмитрий, а может быть, под его именем работало несколько сотрудников, не важно. Важно другое, что вот это вот всё общение, оно идёт очень медленно, тягомотно. То есть моё письмо, по всей вероятности, переводится с русского языка на тот английский, технический, который удобоварим для дальнейшей работы. Где-то автоматически пытаются на него ответить, ссылаясь на хелпники обычные. Эти хелпники, как обычно, не помогают, потому что ситуация немножко другая. И после этого письмо уходит всё-таки в Google. Оттуда приходит какое-то ответное письмо, переводится на русский язык, присылается мне обратно, меня просят сделать какие-то действия или ответить на какие-то вопросы. Я опять отвечаю, это опять переводят и так далее, и так далее. И это всё тянулось месяц. Целый месяц мой аккаунт был заблокирован. Слава богу, новый, так сказать, владелец моего аккаунта, он не натворил никаких чудес. То есть он не устранил видео, не поудалял там лайки или дизлайки. То есть ничего не сделал, никаких комментариев не написал. И даже, по-моему, спама никакого от моего имени не рассылалось. По крайней мере, у меня об этом нет никакой информации. Через некоторое время мне, о чудо, приходит письмо о том, что да, создайте новый аккаунт, и мы на него перенесём всю информацию. И уже после того, как я создал новый аккаунт, и уже шла техническая работа над переносом информации, в этот момент приходит мне уже не в YouTube и не на e-mail, а приходит в Instagram, кстати, подписывайтесь. В Instagram я выкладываю намного больше информации, чем в YouTube, потому что это всё на неделю, и поэтому туда вливается такая мелочь повседневная нашей жизни. И иногда это достаточно интересно. И в Instagram мне приходит письмо от некоего человека арабской внешности, может быть, так немножко, ну, судя по головному убору, похожего на выходца из Афганистана, и, ну, может, Иран, Ирак, не знаю, что-то такое, какой-то Дальний Восток. И он мне пишет, что я владею вашим каналом, но как-то финансовых предложений не последовало, я не среагировал на его письмо, то есть ничего не ответил, сразу переслал его в Google, и следом мне открывают уже доступ к моему каналу на заведённом мною новом канале. И все, естественно, я поменял там трижды пароли, сделал двойную аутентификацию и прочее, прочее. Ну, в результате вот теперь мы работаем, вы меня видите, я с вами могу общаться. Давайте сделаем из этого моего трэша, сделаем выводы, которые, может быть, вам будут полезны. Первое, и это обязательно, вдвойная аутентификация на всех паролях. Где есть, в ВК, в Фейсбуке, в Гугле, везде, где вы можете, в Инстаграм, где можете поставить двойную аутентификацию и через отпечаток пальца и так далее, через второй пароль, делайте это, чтобы вам приходил на телефон требование с подтверждением, и после этого вы только могли уже зайти на ваш канал. Да, это немножко затягивает работу, но к этому привыкаешь быстро, и работает это намного более уверенно, и вы получаете уверенно, ну, на 99, там, процентов, что вас никто не взломает. Потому что взломом пользуются некие, то есть взлом – это не личность, взлом – это программа. Это явно, судя по тому, как быстро уходят письма, как человек с такой скоростью не работает, это программное обеспечение некое, которое взламывает наши аккаунты. И это программное обеспечение работает по определенному алгоритму. Соответственно, вот этот алгоритм не подразумевает воровства телефона и захода повторного еще из телефона. Ну, а если у вас уже все случилось, и первое же письмо, которое к вам приходит, непонятное для вас, вы сразу же его переправляете к админам того сервиса, с которого у вас пришло это непонятка. То есть сразу же начинаете трубить, и первое, что нужно сделать – поменять пароли. Я этого не сделал, в результате на месяц засел. Далее, второй момент. Нужно понимать, что эта программа работает, заходя в ваш компьютер, посредству какой-то фишинговой программы. То есть некая фишинговая программа потребовала от вас ввести какие-то пароли, явки или просто согласиться с тем, что она будет пользоваться вашими данными внутри компьютера, и таким образом вылавливает все пароли из вашего компьютера и отправляет их в распоряжение дальнейшей работы с вашими аккаунтами. Соответственно, все фишинговые программы, они скрываются под всякими там… Ну вот я подозреваю, что ко мне пришла программа, которая там раздавала кроссовки Adidas в честь там дня рождения Adidas и так далее, и так далее. И кто-то из детей среагировал на эту вещь и мне засандалил эту фишинговую программу внутрь компьютера. В результате пришлось, естественно, чистить компьютера, потому что фишинг продолжается, если ее не счистить. То есть если у вас произошел взлом, после этого чистить компьютера от всех вирусных атак и червей, которые возможны. Ну вот, в общем-то, и все выводы. Ну и итог. Всего, мною сказано, достаточно банальный и простой. Либо переходим на… С Windows переходим на iOS, уходим на Macintosh, где намного все сложнее с воровскими программами и придется платить за обеспечение компьютерное намного чаще, чем в Windows. Но не придется бояться вот этих вот хакерских атак. По крайней мере, меньше шансов. Ну или боимся всего, предохраняемся везде и не шастаем по различным подозрительным сайтам и делаем для детей абсолютно другой компьютер, который не имеет ни ваших аккаунтов, ни ваших паролей, ничего. Из детского компьютера никуда не залезаем, нигде не сохраняем свою пароль и никуда его не вводим. Ну и каждую неделю меняем пароли на всех возможных ваших аккаунтах для того, чтобы снова не влететь в эту интересную историю. Ну а так как фишинговая программа работает миллионами, она грохает миллионы сейчас сайтов, то не удивляйтесь, что большое количество сейчас YouTube-каналов подвисает, большое количество исчезает, большое количество жалуется на взлом, ну и так далее, и так далее. Поэтому это реальность сегодняшнего нашего дня и я думаю, что вот этот вирус ничуть не меньше принесет экономического ущерба, нежели китайский коронавирус. Он примерно одинаково сейчас будет бить по экономике. Я не говорю про здоровье людей, да, там все по-другому, но по экономическим параметрам это тоже достаточно серьезно будет подкоп под самую лучшую, самую мощную рекламную площадку в мире. это YouTube. На сегодняшний день YouTube это все-таки не средство передачи информации, это рекламная площадка. И с этим надо согласиться и понять. И так им и в общем-то и пользоваться. У него самый лучший алгоритм подбора предложений для вас и самый, наверное, доступный интерфейс. Очень удобный и для тех, кто размещает там свою информацию, в том числе рекламную, и для тех, кто хочет только отрекламировать себя в чистом виде. Ну и для пользователей, естественно, тоже. Поэтому YouTube рулит. Мы с вами. Я вернулся. Канал у меня в руках. Будем надеяться, что это надолго. Но есть еще один результат этой хакерской атаки. Мы в результате обладаем теперь четырьмя каналами. Все четыре канала в описании внизу под этим видео есть. И придется сейчас делать... И может быть, это давно надо было сделать. Наконец-то я это сделал. У нас отдельно детский канал, который называется «Многодетство». Отдельно канал Ивана Бояринцева, куда я все свои завиральные идеи и философские различные измышления буду скидывать. И он так и называется, канал Иван Бояринцев. И еще один канал, который относится к Академии банного дела, где мы сохраняем видео с зачетов и с обучений, а также с чемпионатов, различных выступлений наших чемпионов и так далее. Все, что касается работы Академии банного дела, банного союза, на канале, который называется Академия банного дела. Ну и четвертый канал, на котором вы сейчас находитесь, это «Живая баня» у Ивана Бояринцева. Может быть, впоследствии он переименуется в канал «Живая баня». Будет покороче. И здесь мы публикуем то, что касается непосредственно «Живой бани». То есть, вот вокруг «Живой бани» вся эта история будет здесь рассказываться. Думаю, что этого контента хватит на многие-многие годы. Но, а вот все остальное мы раскидываем по трем другим каналам. Поэтому подписывайтесь на все четыре канала. Тизеры будут, конечно, перекрестные, рекламировать видео с разных каналов. Но, тем не менее, не на все видео мы будем делать тизеры. Значит, мимо каких-то видео вы сможете просвистеть, пролететь и что-то не увидеть. Если вам интересна наша жизнь, интересны наши помыслы, вымыслы и домыслы, то подписывайтесь на все четыре канала. Еще раз, внизу в описании ссылки на все четыре канала. Поставьте везде колокольчики, и вы будете видеть оповещения. Всем до встречи. Я с вами. Я вас люблю. До свидания, ребята.